Чтобы найти решение любой проблемы, надо общаться. Воронежский областной гражданский форум – успешная диалоговая площадка, которую сформировал Большой Совет некоммерческих организаций. Напомню, совет был создан по решению губернатора Алексея Гордеева в декабре 2012 года. Что касается форума социальных инициатив, то он у нас проводится впервые именно по данному направлению. Потому что мы в своей работе в течение этого года определили, что одним из приоритетных направлений Большого Совета НКО является именно развитие социальных инициатив. Потому что практически все некоммерческие организации, гражданские сообщества, местные сообщества, они у нас реализуют какие-то социальные проекты. То есть работают не только внутри себя, но и работают на внешних благополучателях. В рамках Воронежского областного гражданского форума работало несколько дискуссионных площадок и консультативный центр. А проблемы взаимодействия СМИ и некоммерческих организаций обсудили за круглым столом. В регионе сегодня около 7 тысяч НКО, и о многих из них журналисты просто ничего не знают. Однако обвинить СМИ в заговоре молчания нельзя, признались участники дискуссии. Если взять в качестве примера с ВИК-ТВ, то мы открыты для взаимодействия, и все, кто обращался в редакцию, нашел поддержку. Беда некоммерческих организаций в том, что после регистрации они себя никак не проявляют и не создают информационные поводы, интересные для СМИ. Недавно созданная гильдия аналитических журналистов обещает научить некоммерческие организации эффективно работать с редакциями. Мы уже сформулировали какие-то рекомендации представителям НКО, потому что они все-таки должны развивать медиарелейшнс. Если они действительно входят в информационное поле, то обязаны работать по правилам медиа. Это первое. Что касается средств массовой информации, им было также рекомендовано не проходить мимо информационных поводов, которые создают те же НКО, а их, оказывается, у нас в Воронежской области зарегистрировано 3000. То есть не ограничиваться пресс-релизами. Пресс-релиз должен стать для журналистов просто поводом для командировки, для выезда на место, для расследования и так далее. То есть это вопрос профессионального посредничества, я так думаю. Потому что в данном случае цели и задачи совпадают, но необходимо найти точки соприкосновения. Эту задачу видят в том числе и гильдии аналитических журналистов. Не мы только одни, но, наверное, и союз журналистов, еще какие-то общественно-профессиональные организации. Вот я думаю, поэтому мне понравился круглый стол. Он вышел динамичный, всего час занял, но я думаю, что это начало дальнейшей деятельности в этом направлении. Как думаете, нам нужно чаще встречаться НКО и журналистов? Конечно, обязательно. Потому что на самом деле, что такое НКО? Это ведь структуры гражданского общества, правильно? Вот мы все время говорили, надо развивать гражданское общество. Вот они, реальные структуры. Но они ведь тоже должны быть не фейковыми структурами. Это должны быть реальные дела. С другой стороны, у нас очень много интересных проектов, о которых не знают. Вот здесь нужно с двух сторон идти навстречу друг другу. Ну и думать, что вообще все это мы делаем для аудитории, для общества, для горожан, для жителей области, страны и так далее. Продолжение следует...